Фигуры самураев, курильницы в виде драконов, жертвенные вазы, голова зодиакального быка и другие предметы входят в восточно-азиатскую часть коллекции Бурылина. Долгое время она не покидала хранилище. Затем экспонаты пришлось реставрировать из-за нарушенных условий хранения. Сейчас звезды сошлись, предметы провели в порядок и родилась оригинальная идея для выставки. Наталья Рыжикова, хранитель коллекции, рассказывает, что не все последствия трудных времен удалось устранить. Но вот в 20-е годы, когда было демонтировано собрание, все это было убрано в подземный переход между двумя музеями. И места там было очень мало, коллекцию нужно было очень сильно сжать. Поэтому вы и сейчас можете на многих вещах увидеть вмятины. Это вот как следы их, такой тяжелой биографии. Фишка выставки «Ост Зюит Ост» — совмещение современности и древности. В экспозиционном ряду присутствует изображение известных аниме-персонажей, которые одновременно с поп-культурой олицетворяют многовековые традиции. Герои здесь встречаются со своими древними прототипами. Например, на выставке вы встретите персонажей Миядзаки. Вот, например, дракон буквально из унесенных призраками. Жертвенная ваза тоже весьма атмосферна. Куратор выставки Михаил Дмитриев рассказывает, что концепция родилась не случайно. Почему здесь действительно зритель сможет увидеть кому-то более знакомые, кому-то менее знакомые картины и образы известных аниме? Потому что, в принципе, это одна и та же культура. И было интересно показать, как вот эта вот культура обихода того времени, каким образом она взаимодействует и как она оказывается препарирована массовой культурой уже нашего времени. На выставке в первую очередь отражаются традиции быта Востока. Некоторые предметы даже возвращают нас к ритуалам того времени. Это японский гонг. Наши азиатские предки использовали его для вызова или отпугивания духов. Не уверена, что это получится сделать здесь, в стенах художественного музея, но попробовать стоит. Если внимательно изучить экспонаты, то станет понятно, почему многие поколения и так увлекала восточная культура. Поиск символов и смыслов, особые ритуалы, мифы и духи – это интересовало Бурылина, но теперь может заинтересовать и вас. Нужно лишь прийти на выставку в художественный музей, которая будет работать до 31 октября. Софья Семенова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».